А спустя пару дней после запуска станции Дмитрий Медведев подвел итоги года в интервью российским телеканалам. Основными темами разговора стала экономика и выполнение социальных обязательств. По словам премьер-министра, правительство России будет помогать регионам. При этом он подчеркнул, что федеральное правительство несет полную ответственность за то, как работают экономические механизмы в регионах. Вместе с этим Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика вышла из рецессии и в ней наблюдается стабильный рост. Также премьер затронул тему пенсии. Хочу официально абсолютно сказать от имени правительства и от имени пенсионного фонда. В этом смысле все в порядке в пенсионном фонде. Деньги на выплату пенсий в полном объеме есть и никаких проблем не будет. Вообще никаких проблем не будет. Деньги есть, все будет выплачиваться. Более того, мы исходим из необходимости выплатить пенсии и проиндексировать их в следующем году. Даже не в феврале, а в январе месяце. И эта индексация будет явно выше, чем инфляция. Потому что инфляция, как я уже сказал в начале нашей программы, будет ниже 3%. Может быть, даже достаточно серьезно ниже 3%. Поживем, увидим. А индексация уже запланирована. На нее выделены деньги. Она будет 3,7%. Это все-таки означает, что мы вернулись к нормальному состоянию, когда индексация происходит на размер инфляции или выше этого размера. Тем временем, говоря о тезисах, которые озвучил премьер-министр, эксперты говорят, что изменения экономических показателей налицо, но для того, чтобы каждый россиянин почувствовал изменения, необходимо время. В частности, такое мнение нашему телеканалу высказал директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Пока, я думаю, реальные доходы населения у нас все равно будут лежать. И, собственно, об этом говорит целый ряд незаметных маркеров. Точнее, не очень очевидных маркеров, как скажем, изменения структур для предпочтения россиян. Удешевление их продуктовой корзины, с той точки зрения, что берут какие-то более дешевые, более бюджетные продукты. Поэтому, конечно же, какой-то уровень адаптации достигнут, но он достигнут за счет макроэкономических вещей. Вот эта статистика по поводу доходов ниже прошедшего минимума, она достаточно лукавая. Особенно в национальных республиках. Разные аналитики оценивают объемы серого рынка у нас в стране до половины экономики. И понятно, что не могло бы быть такого, что 20% получает доходы ниже прожиточного минимума, но при этом как-то живет. Явно что-то в этой статистике не так. Спасибо.